Как оформить материнский капитал? К сожалению, в 90-х годах прошлого века наша страна пережила небывалый демографический спад, что особенно сильно отразилось на сегодняшнем поколении, так как слишком мало молодых людей вступило в трудовую деятельность. Это означает, что власти России предпринимают все попытки для того, чтобы простимулировать население к повышению рождаемости с начала нового века и до сегодняшних дней, потому что повторение ситуации просто недопустимо для развития экономики государства. Так, выплата декретных пособий является обязательной для каждого работодателя и компенсируется из средств ФСС, а за каждого второго. Ребенка присваивается материнский капитал, немалая сумма, которую можно потратить на улучшение жизни ребенка или его матери. Основные условия получения материнского капитала, ввиду того, что данная льгота предоставляется только раз в жизни, каждый человек, который ее получает, делает это впервые, а в связи. С этим наступают логичные вопросы, как оформить материнский капитал и в каком высоргане это возможно. Рождение малыша. Каждому претенденту следует знать, что материнский капитал полагается каждому родителю при наступлении определенных. Жизненных условий, связанных с появлением нового члена семьи, а именно. Любая мать, являющаяся гражданкой РФ, которая родила второго. На своем веку младенца после 01.01.2007. Данная льгота действует даже в том случае, если первый ребенок уже достиг совершеннолетия и давно не числится в паспортах родителей. Если мать родила двух детей до указанной выше даты, но уже после ее наступления, на свет появляется третий или последующий ребенок. Она также имеет право на материнский капитал как социально незащищенное лицо, не получавшее его ранее. В данном случае ей надо всего лишь доказать, что всех детей родила именно она. Мужчинам тоже доступна подобная льгота, если он официально усыновляет второго или последующего малолетнего ребенка после указанной выше даты, являясь при этом единственным его опекуном, однако, необходимо официально подтвердить отсутствие матери. Когда можно получить льготу мужчине, в случае, если отец в силу вынужденных обстоятельств остается единственным опекуном своих детей, так, мать может умереть, вести аморальный образ жизни и лишиться родительских прав или совершить преступления против родных отпрысков. Каждая мать, если по тем же причинам в ячейке общества отсутствует глава семейства. Если сам малолетний ребенок до 18 лет остался без родителей, хотя они могли претендовать на материнский капитал. То же, если ребенку не исполнилось 23 года, но он поступил в аккредитованный государственный вуз на дневное обучение и успешно продолжает получать там образование. Маткапитал? Важно? Таким образом, перед тем, как обращаться в фонд социального страхования за причитающимися выплатами, граждане сначала должны убедиться, в том, что они подходят под одну из указанных выше категории населения. Какие документы нужны для получения материнского капитала? Для того, чтобы матери ребенка получить необходимую льготу, она должна обратиться в департамент ФСС, собрав следующий пакет необходимых документов на материнский капитал, удостоверение личности будущего получателя льготы, желательно, паспорт гражданина РФ, свидетельство установленной государством формы на получение страховой части пенсии с НИЛС, сертификаты о появлении на свет всех младенцев у данной гражданки. В случае, если ни у матери, ни у отца отсутствуют данные о прописке, необходимо предоставить сведения из домовой книги по месту жительства, которые можно получить в местном МФЦ. Если дети не являлись родными, необходимо судебное решение об обретении прав усыновителя на второго или последующих детей. В данном случае требуется вступление бумаги в законную силу, так как на период обжалования возможность получения льготы отсутствует. В случае, если одни из родителей был лишен своих законных прав, необходимо предоставить соответствующие документы. Также необходимо представить документальное доказательство в случае, если один из родителей остался вдовцом вой. В случае, если мама ребенка является инвалидом или пожилым человеком, получающим пенсию, в ФСС предоставляются соответствующие документы. ПФР. Важно? Кроме всех перечисленных бумаг, соискателю на сертификат необходимо оформить и подать соответствующее ходатайство, написанное лично, заявителем, которое будет служить основанием для выдачи материнского капитала. Как подается заявление в ПФР. ПСС, являясь структурным подразделением пенсионного фонда, как было сказано выше, предоставляет каждому заявителю блант ходатайства. На обретение льготы, в котором указываются данные в соответствии с приведенной пошаговой инструкцией. Степень родства заявителя, и ребенка, служащего объектом получения материнского капитала, а также доказательство наличия еще минимум одного ребенка. Пол заявителя, заявительницы. Чич, ММ. ГРКГ к рождению и место, где это произошло, с точностью до населенного пункта. Серия, номер, код подразделения, локация, дата приобретения и прочие данные из главного удостоверения личности, поданного РФ. Обязательно следует указать собственное гражданство, особенно если оно совпадает с поданством малыша, присвоенным одновременно с выдачей документа о рождении. Данные о страховом сертификате из 12 уникальных цифр, именуемом СНИЛС. Сведения о постоянной или временной регистрации матери или отца ребенка на территории РФ. После указания всех сведений о родителях, в бланке следует таблица, в которой указываются данные на каждого ребенка, из сертификатов о появлении на свет. Здесь важно отметить, чтобы все дети были от одной матери или родства, подтверждалось документами об опекунстве, а также один из них был рожден после 0.1. 0.1. 2007. Шаблон ходатайства на маткапитал. Важно! Шаблон документа, необходимый для оформления, можно заполнить и при помощи ПК в домашних условиях, скачав его в формате Word через данную ссылку. В любом случае, бланк бумаги не должен содержать ошибок или исправлений, либо был составлен неразборчивым почерком, так как сотрудники ПФР могут дать отказ в рассмотрении. После подачи ходатайства и пакета сопроводительной документации, заявителю останется подождать от 1,5 до 2 месяцев, необходимых службе ПФР на рассмотрение всех нюансов и принятие решения по выплате. После получения резолюции по заявлению, родитель может явиться в МФЦ и забрать сертификат на маткапитал. На какие цели допускается расходование средств материнского капитала? Конечно, денежные средства, полученные от государства, являются строго целевыми, и потратить их можно только на определенные цели, установленные правительством. Основные потребности, на которые допускается расходование материнского капитала, приведены выше. Модифицирование жилищных условий в лучшую сторону. Это означает, что, если семья примет решение по смене квартиры или строительству жилого дома, они всегда могут рассчитывать на доплату. Государство выделено маткапиталом, при условии, что новое приобретение действительно направлено на улучшение качества жизни прежде всего ребенка. Кроме целостного жилья, со стороны родителей возможно также покупка доли в квартире или доме, например, одной жилой комнаты, с участием данных государственных средств. Также материнским капиталом можно расплатиться при внесении первого взноса по ипотеке во время приобретения объекта жилой недвижимости. Для семейного использования, вне зависимости от срока оформления и стоимости кредита, платное обучение детей в различных коммерческих вузах или иных образовательных заведениях, в том числе обучающие курсы, спортивные, секции и прочие учреждения для умственного и физического развития ребенка. Также эти деньги можно сразу перевести на идентификационный номер с НИЛС, обеспечив тем самым себе более высокую пенсию по выслуге лет. Данный вариант достаточно популярен в нашей стране, так как многие матери заботятся о своем будущем в преклонных годах, опасаясь сложностей с трудоустройством. Кроме того, при необходимости, часть денежных средств всегда можно перечислить на платные услуги детсада или в ясве. В случае, когда ребенок, за которым закрепляется материнский капитал, является инвалидом любой группы, траты денежных средств с предоставленной. Льготы в его пользу не ограничены. Опекун. Важно, любое другое использование бюджетных средств, направленных на поддержку социально незащищенных слоев населения, в том числе, и обналичивания. Их, является уголовным преступлением, и в случае его выявления, ответственных за махинации элит ждет наказание по всей строгости закона. Как можно оформить маткапитал дистанциона? Как оформить маткапитал, находясь на значительном расстоянии от ПФР? Если кому-то из родителей доставляет значительные трудности подачи необходимых документов на оформление льготы именно в ПФР, они могут Воспользоваться одним из предложенных ниже вариантов, обратиться в МФЦ, ближайший к своему адресу проживания, где опытные специалисты, ориентированные на работу с клиентом, помогут собрать необходимые документы и справки, оформить заявление и получить искомую бумагу, под одной крышей и в кратчайшие сроки. Получить логин и пароль от личного кабинета на едином информационно-сервисном портале госуслуги, через сайт, после чего активизировать Их и подать заявку на получение сервиса дистанционно, приложив сканированные копии требуемых документов, следует учесть, что для активизации личных данных необходимо авторизоваться в любом отделении Минкомсвязи или Почты России. Лишение родительских прав Важно! Если заявка оформляется дистанционно, по результатам изготовления документа, соискателю все равно следует явиться в ПФР или МФЦ, так как документ действителен только в распечатанном виде на уникальном бланке, имеющем идентификационный номер для предотвращения поделок. Основные причины отказа в выдаче маткапитала Сотрудники ПФР имеют четкую должностную инструкцию, в соответствии с которой каждая заявка от соискателей на обретение льгот отщательно проверяется в несколько этапов согласно заранее выработанному порядку. В отдельных случаях, выдача материнского капитала может быть отказана, а именно, при наступлении следующих моментов. В случае, Если сотрудники не усмотрят оснований к выдаче льготы, например, второй ребенок родился до 0,1. 0,1. 2017, либо первый отпрыск не являлся общим, а пришел в семью вместе со вторым родителем без оформления опекунства на него со стороны первого. Если основания к выдаче маткапитала были прекращены в соответствии с законом, например, если оба родителя погибли или были лишены родительских прав на ребенка по суду. В случае, когда соискатели на льготу дают ошибочную или ложную информацию о своих детях, а также о факте, подтверждающем родство. Если материнский капитал уже однажды выдавался в адрес данного заявителя и был полностью использованным, внезапно или после продолжительной болезни уходит из жизни. В случае, если он официально подтвержден судом, как пропавший без вести. Если суд лишает заявителя законных прав родителя. Когда ходатайствующее лицо осуждено за совершение тяжкого преступления против человека. Если заявитель отказался от процедуры обретения статуса официального опекуна. Все указанные случаи говорят о моментальном прекращении действия в отношении данного лица государственной льготы, Однако, в этой ситуации, вся сумма автоматически переходит несовершеннолетним детям в данной семье, распределяясь между ними поровну. Важно. Кроме того, в выплате отказывают, если ходатайствующее лицо совершает одно из следующих действий. В заключении следует сказать, что в большинстве случаев, денежные средства перечисляются без каких-либо проблем, то есть, есть мама, папа и два их общих ребенка. В таких случаях процедуру получения сертификата вполне может сделать заявитель единолично. В случае же, когда дети были от разных браков, либо с прохождением процедуры усыновления и т. д. Обойтись своими силами будет крайне затруднительно, один только сбор необходимых документов с доказательством родства может быть. В несколько раз проблематичнее, чем в типовой ситуации. Покупка жилья на маткапитал. В подобных жизненных моментах, как правило, на рынке семейных услуг, работает большое количество профессиональных юристов, способных решить практически любую правовую проблему. И, конечно, родителю, если он сомневается в своих силах, стоит обратиться к одному из них, для того, чтобы без каких-либо проволочек получить желаемый документ. Временить же с получением льготы не стоит, так как в пенсионном и социальном обеспечении в нашей стране последнее время делаются частые изменения, и не исключено, что свободные бюджетные деньги для граждан когда-либо могут закончиться. Если же обращение к юристам невозможно, никогда не помешает поинтересоваться процедурой оформлением от капитала у старших товарищей, для того, чтобы быть в курсе основных вопросов, как, где и сколько по времени это делается.